Всем привет, друзья, товарищи, это канал Покемуша Лайв и крайне необычное начало ролика. Лень, матушка, но нам-то не лень посещать особые локации. И вот смотрите, как говорится, здесь красивая местность. Да уж, скорее зловещая. А между тем, именно тут можно увлекательно провести время. Тарам! Тарам! В виде тело эспресло поет. Тут очень все антуражно. Ну, место, конечно, да, но оно антуражное. Здесь вот, о, это классно, смотрите, москвич. Только сейчас увидел, 400-й. Тут, видимо, тоже какие-то штучки. В общем, это вот такой арт-объект, можно сказать. Я так думаю. И вот, смотрите, дорога на 66. Дорога 66, она же мать дорог. Одно из первых шоссе в системе нумерованных автомагистралей США, которое было открыто 11 ноября 1926 года. Его протяженность 3945 километров. Сейчас носит статус культовой автомагистрали, о которой написаны песни, снятые фильмы и сериалы. Музей так и называется, Route 66, и располагается в славном городе Питере. Дата его открытия – 20 июля 2016 года. Наше увлекательное путешествие начинается в некоем вымышленном городке – Radiator Springs. Вполне себе доставляет оформление кассы, выполненное с изрядной долей фантазии. И, походу, аутентичные вещи с тех времен. Вседневник штатам, Route 66. Смотрите, да, вот типа бензоколонка, видишь, газол. Это газоген, это бензин у них так называется. Бочечки всякие. Вот тут с маслом похожи. А кофешоп. Видите, это шериф. Видите, вайлка. Сейчас мы так обойдем-дем. Даже габариты светятся, смотрите. 56-й год из штата Нивана. Видите, классная точка. Lincoln Premier – это автомобиль люкс-класса, производимый с 1956 года компанией Lincoln, теперешним подразделением Ford Motors Company. Автомобиль выпускался в двух версиях – двух- и четырехдверной. У нас как раз двухдверная версия. Офигеть, он такой тяжелый, народ. Он просто мега тяжелый. Вот ощущение, реально какой-то мягкий диван. Причем он уже, видимо, сильно продавлен. Это да, безусловно. Тут радио крутится. Блин, как же классно. Музыка вот эта потрясающая. Запах уже не ощущается старого автомобиля. Каких элементов нет. Ну, пацаны, это просто великолепно. В 1956 году аппарат стоил от 4600 долларов. Это примерно 46 тысяч долларов сегодня. Как сказал один товарищ, интерьер этой модели можно выставлять в настоящие музеи, как предмет инженерного искусства середины 20 века. Он чертовски крут. Аппарат и вправду крут. Восьмицилиндровый, шестилитровый мотор. Вес тачки под 2 тонны. Лэкшери и эксклюзивность в каждой детали. Завод предлагал 76 вариантов окраски кузова, сиденья с электроприводом и какой-то особо вычурный кондей, работавший по принципу, переменяемому в авиации. Всякий тут внутри тоже. А это? Регулировки в этом радио потрясающие. Тематика музея – американские ретроавтомобили 40-х 70-х годов 20 века. Все машины оригинальные, собранные именно за океаном, потом привезенные сюда и отреставрированные. Более того, музейщики говорят, что некоторые тачки даже на ходу. Хм... Сейчас музей располагает 12 аппаратами, разной степени культовости, исторической ценности и ушатленности. Пространство музея условно разделено на 10 интерактивных модулей, каждый из которых оформлен в стиле легендарной киноленды тех лет с участием определенной модели ретро-тачки. Этот автомобиль производился компанией Уиллес Оверланд Моторс аж с 1946 года. Культовый, можно даже сказать, эпохальный внедорожник в своенном прошлом. Полный привод, простая и надежная конструкция, минимум комфорта. Про ремонтопригодность автомобиля ходят легенды. Между прочим, аналоги запчастей на него до сих пор можно заказать в Китае. А вот оригиналов уже не найти. Ты видишь, вот, пардон. О, к счастью, они не колючие, видите, народ, они мягкие. Мякиши. Можно будет зайти в них, нет? Давайте зайдем пока так вот немножечко. Классно. Вау. Смотрите, парни. Ну, тут без изысков, да. Жалко, здесь света нормального нету. Хотя, погодите. Есть вот так светильник, я сейчас отремонтирую. Во. Видишь, Вячеслав отремонтировал машину, теперь светло стало. Смотрите, какой я молодец. Всякие, ну, вот, всякую еду. И, ой, блин, дырявые машины тут зато. Сучит, какая петель тормоза вам вот, наверное, не очень видно. Блин, парни. Вот видишь, какая панель приборов. И такой штурвал. Да, машинка. Топчега. Потряс. Просто улет. Нам потребуется автомобиль с открытым верхом. Крайслер. Это компания, входящая в так называемую большую тройку крупнейших американских автопроизводителей тех лет. Дженерал Моторс, Форд и, собственно, Крайслер. Этот Ньюпорт – четвертое поколение модели, а первая увидела свет в 1940 году. Аппарат вызывает стойкие ассоциации с GTA Vice City. Наверное, в конце 60-х именно на таких машинах разъезжала золотая молодежь. Похоже, я не работаю. Не буду ничего ломать. И здесь своя музыка. Я не знаю. О, и здесь Горс. Калифорния Дриннинг. Цитата от одной девушки, посетившей музей. Такая машина помнится мне из романтических фрагментов фильма, где влюбленный парочка смотрит с высоты на ночной город и милую беседу. Или же напоминает машину американских аферистов, которые провернули свои делишки и считают хрустящие купюры. Так, продолжаем разговор. И это уже, я так понял, что тачка для серфингистов. Там доска для серфинга. И здесь вот видите, такой этаж, антураж. Лос-Анджелес и вот серферы. То есть они, видишь, приезжают к океану и катаются на своих огромных досках. Вот они вот так вот поймают волну и все такое. Видишь, лонгбич. Офигеть. Видишь, мотербот. Сервис. Да. Глушак какой-то. Это типа пикапчика. Ford Ranchero от 1972 года. Вот цитата журнала CarLife. Это больше легковой автомобиль, чем грузовик. В нем больше роскоши, чем пользы. В нем больше таланта, чем функциональности. Идеальное решение для легких перевозок днем и приятных путешествий ночью. Модель выпускалась с 1957 года и была сравнительно бюджетной в стандартной комплектации от 2100 долларов. Но доплатив еще полсотни, покупатель получал двойные солнцезащитные козырьки, хромированные молдинги стрелы на кузове, хромированный руль с костяной отделкой, прикуриватель, верные панели и сиденья, аналогичные Ford Del Rio. Наша модель уже шестого поколения. С 8-литровым монстром под капотом на 275 лошадей. О, опять Red Hot Chili Peppers, парни. Классные песни, кстати. Ну, мягкий диван. Его, правда, наверное, час назад надо сделать мне. Вот, у меня ноги подлиннее. Вот такая панелька, но в таких колодцах. Смотрите, все, колодцы. Даже дефлектор вот, и то в колодце. Это здесь, видимо, тоже бы этот прибор мог быть. Mercury Kuga, 1967 года. Автомобиль, родоначальником которого стал знаменитый Ford Mustang. Впрочем, если Mustang обычно относят к маскал-карам, то Mercury Kuga разместился в классе пони-каров. Эти модели слишком дорогие, не отличаются экономичностью и далеки от понятия универсальности. В то же время, Бонд, Джеймс Бонд, который, как известно, понимает толк правильных авто, юзал в одном из фильмов именно такой машины. Более того, считается, что она в конце 60-х была популярна у моторизированных хулиганов. Правильно, 300 с лишних кобыл. Это не шутки. Двери все мощные такие. А сидушка уже, ну, она уже тут немножко провалилась. Сидушка, конечно, не давала ничего. Когда сидуха-то была норм, вообще был топчик. Видишь? Mercury Kuga. Здесь какой-то запах, пойми. Вот такая панелька. Давайте от этого двери остались открыты, чтобы свет больше проникал. Карта двери такая, в стиле Luxury. Ну, руль немножко уже покоцан. Зато, видишь, была коробка автомата. Смотрите, ребята. Она, правда, тоже вся убита. Но вот нажимали когда-то тут кнопочки. И так чик-чик-чик, драйв. Там, видишь, все остальное. И трасс ставить. Раз есть хулиганы, то должны быть и те, кто их ловит. Полицейская тачка. Дордж Поляра. 1968 год. Что там под мотором? 6 литров в топе, 8 цилиндров, 330 лошадей при 576 ньютон-метров. Монстр! Это и была топовая модель концерна. Но при этом стоила она тогда от 3500 долларов. Поляра или Поляристар – полярная звезда. И вроде как своим дизайном аппарат напоминает падающую звезду. Тогда уж метеорит или киор. Пусть Владимир Сурдин напишет, как правильно. Дверь тяжеленная. Прям чувствуется. Она, походу, бронированная какая-то, что ли. Не знаю. Но мало того, что сама здоровая по себе. Смотрите, как она. Она прям так открывается таким этим. Знаете, ну, чувствуется тяжелая дверь. Такая вот упадет, наверное, и все. Моментально у меня зацелуем. Давай посмотрим. О, и здесь уже тоже саунд. Правильно, такой. Соответствующие машины. Вот на такой тачке не гоняли за всякими бандюками. И вот гвоздь сегодняшнего ролика. Плимут Фьюри из фильма Ghostbusters. Охотники за привидениями. Увы, разочаруем поклонников франшизы. В реале кино снимался Кадиллак 1959 года. С кузовом Miller Meteor. Которые для фильма приобрели поддержанную за 4800 долларов. А затем использовали в качестве донора, чтобы создать для этого. Давайте мы ее смотрим поближе. Машины, конечно, на стиле. Хоть говорить нечего. Одна из самых стильных серийных тачек универсалов, которые я когда-либо видел. Тут всякие установки против этих, ты понял, короче, призраков. Какое переднее стекло огромное. Вот видите, друзья мои. И вот так он выглядит спереди, этот Плимут. Вот написано New York, New York. Плимут это подразделение внутри концерна Крайслера, которое выпускало в том числе и такие роскошные пятидверные универсалы. Фьюри это ярость, листовство. И форма кузова более чем бучерная. Отлично это демонстрирует. Детройтская барокко. Даже есть такой полуофициальный термин, применяемый именно к таким машинам. Тачка не снималась в госбастерсе. Зато стала культовой у маэстро Кинга в крестине. И даже вроде мелькала воно с веселым клоуном. Ах ты, раз уж мы окунулись в историю, приведем и такой факт о Плимуте. Марка получила название от скалы Плимут Рог, около которой в давнем-предавнем 1620 году пришвартовался первый корабль пилигримов из Англии. Наша красавица, скорее всего, с тем же 8-цилиндровым мотором и сумасшедшей мощностью до 300 сил. Джентльмены, это лишь первая часть фильма про культовые американские тачки прошлого века. Если ролик понравится, мы можем запереть и вторую часть, где можно будет познакомиться с таким зловещим Меркьюри, и не только с ним. Напишите, понравился ли вам ролик и хотите ли вы увидеть продолжение. Лайки, дизы, подписка, колокола, все это приветствуется. Спасибо еще раз за просмотр, всем удачи и до новых видео.